Трудные места описания с библейским порталом Экзегет. Первое послание к Коринфянам, 10 глава, 29 стих, где есть маленькое, но какое-то совершенно невнятное выражение. Я прочитаю сначала его из синодального перевода, а потом уже будем контекст устанавливать. Для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? Как-то непонятно, как свобода может быть судима. Свобода — это качество или состояние. А чужая совесть, она вообще-то меня судить не может. Каждый человек судим своей совестью, это прекрасно понятно. А как я могу быть судимым чужой совестью? Давайте посмотрим сначала на широкий контекст. Это то, что разбирается и в 10-й, и в предшествующей главе. Вопрос об удаложертвенной пище. Мясо, которое принесено в жертву идолам, символически, может быть, реально. В каком-то храме зарезали язычники барашка, бычка, часть туши сожгли, а остальную часть либо съели сами, либо угостили кого-то, либо отнесли на рынок и продали. И человек окупил мясо, которое символически было принесено в жертву Артемидии, Афродите, там еще кому-нибудь. И для Каренфин очень важный вопрос. Есть это или нет? Вот есть, допустим, православные сегодня спросят в пост колбасу. Или есть ли там какую-то еду, в состав которой входят генномодифицированные организмы, или что-нибудь еще. Оскоромится или нет? И Павел дает такое повеление, или наставление, лучше, наверное, сказать. Я синодальный процитирую с 25 стиха. «Все, что продается на торгу, ешьте без всякого исследования для спокойствия совести, ибо Господня земля, и что наполняет ее». Вообще-то для спокойствия совести, скорее, ничего не есть. Вот есть у меня сомнения, что это полезно, хорошо, и получается, что лучше мне тогда не есть этого совсем, и буду со спокойной совестью. На всякий случай воздражаться. А Павел говорит, чтобы спокойная совесть была даже в этой ситуации. Я бы по-русски сказал, я так и перевел, «со спокойной совестью». То есть не надо выискивать, где там вы увидели гмо, где вы там увидели что-нибудь еще. Вот ешьте все. И дальше он объясняет, ибо Господня земля, и что наполняет ее. В смысле, вся пища, она Господня. Она для вас, и ничего страшного. Если кто из неверных позовет вас, и вы захотите пойти, то все предлагаемое вам ешьте без всякого исследования для спокойствия и совести. Опять-таки, та же самая ситуация не надо выискивать. Потому что если ты просто садишься за стол, тебя угощают, ты ешь то, что тебе дают, то ты не мучаешься. Если ты начинаешь выяснять, а не входит ли в состав этого печенья яичный порошок, сегодня постный день, то ты неизбежно свою совесть напрягаешь, и она начинает этим мучиться. А может быть, тебе неправильно сказали, а может быть, человек забыл, что там капнул чем-то скоромным в эту пищу. Я, конечно, специально перевожу на современный такой православный быт, но у Павла это было все скорее про идоложертвенное, про те мясные туши, которые были принесены в жертву языческим божествам. Но если кто скажет вам, это идоложертвенное, то не ешьте ради того, кто объявил вам, и ради совести, ибо Господня земля и что наполняет, ее совесть же, разумея, не свою, а другого. Ибо для чего моей свободе быть судимой чужой совестью? Странная фраза, да? То есть, если кто-то скажет, это принесено в жертву идолов, тогда не ешьте ради совести, но совести другого человека. И если вы будете это есть, то совесть другого человека будет судить вашу свободу. Вашу свободу есть это мясо или не есть. Вашу свободу жить в мире, где все Господне. Но совесть другого человека будет обличать, говорить, ага, он это ест, он это попробовал, значит, он неверующий, значит, он согрешил и так далее. Казалось бы, какая мне разница? Но, тем не менее, вот эта работа совести, когда человек другой, не ты сам, но другой человек вступает с ней в разлад, когда вот это начинает его мучить, когда вот это его беспокоит, по сути дела она разрушает его жизнь, его духовное и душевное состояние, да, вот это все начинает рассыпаться. И твоя свобода, законная твоя свобода становится поводом для этого. Поэтому в такой ситуации лучше воздержаться. То есть, моя свобода судима чужой совестью в том смысле, что моя свободная жизнь, моя свобода выбора не должна становиться для другого человека, но поводом для мучений совести, поводом для того, чтобы воспринимать все происходящее как что-то ужасно оскорбительное. И дальше Павел продолжает. Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, за что я благодарю? Вроде как это в адрес того человека, который смутился, да, я благодарю Бога за еду, которую я ем, но ты меня за это ругаешь, зачем ты это делаешь? Но одновременно она к себе это относит. То есть, если мое благодарение порождает чужое порицание, то в этом что-то неправильное. Не надо подавать специальный повод для того, чтобы другие люди на эту тему напрягались. И завершает он и так, едите или пьете или иное, что делаете? Все делайте во славу Божию. Тоже, можно сказать, трудное место, как жить во славу Божию, как можно пить или есть, да. Понятно, можно там молиться во славу Божию, какие-нибудь добрые дела делать, а пить или есть, это же для удовольствия, это же для себя, для самонасыщения. А вот Господня земля и все, что наполняет ее, да. И поедая то, что произросло на земле, ты благодаришь Бога, и ты прославляешь Его, и ты, как ребенок из рук родителя, принимает свою пищу и радуется ей. Вот точно так же ты принимаешь это из рук Бога. А другое дело, что если кто-то начинает завидовать, обижаться и осуждать себя за то, что ты делаешь, ну, может быть, стоит какой-то момент от всего этого издержаться.